Тенгиз Аблотя с нами. На связи Тенгиз. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Слава Украине. Героям слава. Спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру. Смотрите, Тенгиз, я буду ссылаться, я прочитал на днях ваше интервью, вашу статью, точнее, в Эхо Кавказа, под названием «Российские беженцы. Впускать или нет?» И вы очень много интересных месседжей там опубликовали, в свою очередь, так как быть? Или же заблокировать въезд россиянам, или же все-таки их впустить? Вот речь идет о цифре 260 тысяч россиян, которые уже выехали с территории Российской Федерации, дабы избежать так называемой частичной мобилизации Путина. Объясните, пожалуйста, свою позицию или же свое мнение, свое видение. Что делать с россиянами? Выпускать, чтобы уберечь их от войны, в том числе и уберечь украинцев от дополнительных 260 тысяч автоматов? Для меня в данной ситуации единственный приоритет – это интерес Украины. Что там будет, это насколько устраивает Грузию, входит в наши интересы, не входит, выгодно, невыгодно, там вопросы безопасности и так далее, это все второстепенно. Сейчас единственная, самая приоритетная задача состоит в том, чтобы Украина выстояла. И в том, что касается вопроса, ну, уже можно называть их беженцами, то есть это уже не миграция, а именно беженцы, то тут в первую очередь, вот и с моей точки зрения, стоит вопрос так, каков в этой ситуации интерес Украины? Что лучше для Украины? Лучше, чтобы эти люди вернулись обратно, а снова попали в руки военкоматам, ФСБ и так далее. Возможно, некоторым из них удастся откупиться, и тогда коррупцию никто не отменял, как вы сами знаете. То есть интерес Украины состоит в чем? Чтобы эти люди вернулись в Россию с риском того, что они могут завтра или послезавтра попасть на линию фронта под Херсоном или около Запорожья. Или чтобы они оставались, скажем, в Тбилиси, в Батуми, прогуливались по набережной, там сидели в ресторанах, пили себе, кутили, и не только в Тбилиси и в Батуми. Вы видите, то же самое происходит в Казахстане, то же самое даже в Киргизии, в Турции, до Монголии добрались и так далее. Вот вы как украинцы, вот представьте себе, вот разыграем ситуацию, я Господь Бог, я слушаю вот, что вы говорите. Вот вы сидите, украинцы в эфире, и вы мне скажете, вот ты, Господь Бог, сделай так и так, и я сделаю все, что вы скажете. Какой ваш интерес? Что для вас будет лучше? Чтобы они оставались здесь, были, скажем, в Астане, в Алма-Ате, там, в Анталии, в Стамбуле и так далее, или чтобы они были в России и были доступны, просто сказать, в шаговой доступности от военкоматов. Какой интерес Украины? Вот встречный вопрос к вам. Честно, я вам затрудняюсь ответить. В силу того, что я журналист, я по правилам журналистики не имею права на свое мнение в данном эфире, в данном случае. Но, с другой стороны, тут очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, и Владимир Зеленский, президент Украины, требует от цивилизованного мира изолировать россиян, дабы они почувствовали на себе, что такое война. А, с другой стороны, я поддерживаю ваш тезис о том, что сейчас 260 тысяч россиян, которые, в свою очередь, не получат автоматы и не сделают, как минимум, 260 тысяч выстрелов в сторону Украины. Это тоже огромный плюс. Но тут уже речь за дипломатией и речь идет далее за принятием общего решения. Что же делать с этими людьми? В свою очередь, Германия, насколько я знаю, также сейчас распространяет вопрос и сейчас собираются комиссии для того, чтобы понять, что делать с россиянами, открывать для них границы, как для беженцев, которые хотят уйти от мобилизации, или же нет. Тут очень сложный вопрос. Я с вами тут согласен. Опять же, тут должен быть, на самом деле, очень простое решение. Скажем, международное сообщество поддержит инициативу Зеленского и, скажем, закроет границы. Станет ли от этого Украине безопаснее? Будет ли меньше прилетов? Будет ли украинской армии легче добиться победы на поле боя? Если это не будет легче, если хотя бы на 10 украинских солдат погибнет больше от того, что границы будут закрыты, это уже неправильно. Опять же, интерес Украины какой? Что было их больше или что было их меньше? Тут много идет разговоров о том, что якобы это средний класс, это, знаете, московская буржуазия, которая привыкла там в кафешках, ресторанах, от них все равно никакой пользы нет, и Путин предпочтет от них избавиться. На самом деле это не так, потому что, вы понимаете, когда речь идет о образованных людях, о людях, которые умеют адаптироваться к ситуации. Сейчас кого берет Путин? Сейчас берет быдло, которое, вот оно как родилось быдлом, оно вот так быдлами будет всю жизнь. А молодые, образованные, которые умеют адаптироваться к ситуации, они попадут на линию фронта. Да, две недели у них будет страшный кризис, они будут спать по ночам, они будут кричать, мама, помоги. Но пройдет две недели, и где гарантия, что они не начнут адаптироваться, привыкать? Они умные люди, они там свои бизнесы создали, у них сложные профессии. Кто может сказать, что вот они так всю жизнь останутся на уровне посидеть в кафешке и выпить там смузи и так далее? Есть такая поговорка, нет ничего страшнее приличного человека, которого поставили безвыходное положение. Поэтому, и потом, 260 тысяч, это цифра, которая была по состоянию на 22 сентября. Это даже не 20, это 22 сентября утром. Представьте себе, это фактически давное за 21 сентября. После этого прошло 6 дней, и поток не стал меньше, наоборот, он растет и растет. Там сейчас уже не 260 тысяч, там сейчас намного больше. И вот вы правильно отметили, Германия пришла к тому выводу, что надо открывать границы. Представьте себе, посол США в Грузии, уж казалось бы, это не посольского ранга дела. Посол США в Грузии, Гелли Дегнан, которая довольно критично относится к нынешним властям, а нынешняя власть ее откровенно терпеть не могла. Так вот, она сказала, что Грузия должна продолжать принимать жертв репрессии в России. То есть это сложный вопрос. И единственный, опять же я повторю, что единственным приоритетом в этой ситуации должно быть, погибнет ли от этого того или иного шага хотя бы на одного украинского солдата больше. Мы обязаны терпеть эту ситуацию, принимать этих беженцев. Не знаю, как с ними, в том числе это будет, когда-то будет и социальный вопрос. Но в любом случае, социальный вопрос, недвижимость, жилье, это все ничто по сравнению с кровью украинских солдат. Поэтому интерес, в первую очередь, должен быть именно этот. Ну и в свою очередь, если вспоминать заявление президента Украины Владимира Зеленского, одно из заявлений, где он призвал жителей временно оккупированных территорий Украины прятаться, убегать куда только можно, чтобы избежать мобилизации. Возможно, это можно и адресовать жителям Российской Федерации. Ведь по факту выхода нет. По факту. Или ты подвергаешься мобилизации, идешь воевать против Украины, убивая мирных украинцев, или же сам можешь умереть, либо же находить другие пути, дабы куда-то убежать. Кстати, в службе доходов Минфина Грузии сообщили о том, что в целом будут делать и сколько людей уже в целом избежали, можно сказать, мобилизации, пересекли границу и что с этими людьми можно делать, как делать. Давайте услышим прямую речь. На пунктах пропуска в масштабе Грузии увеличено число таможенников с целью бесперебойного осуществления процедур таможенного контроля в 24-часовом режиме. Здесь же поясняем, что процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующих из Грузии, таможенный пост Казбеги через таможенный пост Ларс на стороне Российской Федерации частично затягиваются. Из сообщения службы доходов Минфина Грузии. И опять же мы видим, что огромные очереди. И это ли не дает подтверждение того, что люди в Российской Федерации не хотят воевать? И о никакой специальной военной операции, так называемой поддержки ее речь не идет. Люди привыкли жить в комфортных условиях и не хотят себе в этом отказывать. Они не хотят променять мирную жизнь на желание какого-то фантазера, который живет в каком-то другом миру, который находится в Кремле, который сидит в Кремле, подвергаться его указаниям и идти умирать на поле боя. За что? Ради чего? Воевать с кем? Это обычная вещь. Понимаете, в чем дело? Запад, вот сейчас все ругают Запад за неправильную политику в отношении России и я согласен с тем, что они фактически взрастили Путина себе на голову. Но они сделали одну великую вещь, благодаря которой сейчас Украина не просто сопротивляется, а выиграет эту войну. Главное, что они... И это не так сильно заметно со стороны. Если вы помните, все время говорили европейцы и американцы, что Россию надо интегрировать, чтобы русские зажили хорошей жизнью и так далее, и так далее. И тогда у них будет меньше мотивации там, ко всяким агрессивным действиям. И мы видим, что эта тактика, вот странно, но она сработала, она отлично сработала. Когда было в истории России, чтобы у России был дефицит живой силы, у него могло быть дефицит денег, дефицит военной техники, чего угодно, но пушечного мяса им всегда было достаточно. А сейчас именно благодаря этой западной политике россияне изменились, уже все, нет той России, которая была готова поставлять пушечное мясо в огромном количестве. Они привыкли к Икее, привыкли к хорошим машинам, хорошим ресторанам, там мохито пить по вечерам в барах. Чтобы идти на войну, им сейчас нужна гигантская мотивация. Я не знаю, какая. Вот как у украинцев есть мотивация, что вот агрессор пришел Киев брать. Украинцы же тоже привыкли к расслабленному европейскому образу жизни, тоже высокий потребительский стандарт, тоже по пятницам клубы и так далее. И поэтому раскачка очень сложно отдалась. Я же помню 2014 год, с каким трудом Украина привыкала к мысли о том, что надо стрелять и так далее. Все не получалось в самом начале. Там, не знаю, какие-то бабушки могли отобрать БТР у военнослужащих украинской армии. Потому что это не происходит сразу. Вы привыкли к хорошей жизни, привыкли к нормальному комфорту. И чтобы стать по-настоящему солдатом, тут нужна огромнейшая мотивация, которой у россиян нет. И плюс к этому добавьте старый российский лозунг о том, что бабы еще нарожают. Не рожают бабы больше. Когда появился этот лозунг «бабы еще нарожают», тогда в семье в среднем в России было 5-6 детей. Ну там один-два погибли на войне, ну там еще трое остается, ну ладно, ну что теперь делать. А сейчас в среднероссийской семье один ребенок, два максимум. Куда она рожает, кто она рожает, кто согласится на то, чтобы, скажем, свой единственный сын погиб, на какой-то непонятной, вообще непонятной из-за чего война. Война из-за того, что, ну как это, что украинская нация не существует. Ну кому есть дело? Да, теоретически, да, может быть, ценностатистическому русскому не нравится, что есть некая украинская нация, почему-то они себя не ощущают русскими. Ну это же как-то далеко, да, это плохо, если их проучат так, кто надо, то хорошо, но это не за насчет. И вот им предлагают послать на убой своих единственного сына или одного из двух, там, не одного из пятерых или шестерых, как было в прежние времена, а одного из одного или одного из двух. Просто из-за того, что им не нравится, что украинцы говорят на украинском. Да, это, конечно, очень важно, но терять ради этого единственного сына, это абсолютная нелепость. И именно поэтому происходит все, весь этот кризис, весь этот дефицит кушечного мяса. Так что модернизация, современный образ жизни, работа Запада, который втягивал Россию вот в эту современную жизнь, во все эти клубы, рестораны и так далее, это отлично все сработало. Не будь этого, если бы сейчас Россия была бы как-то глухая провинция, как это было, скажем, 50 лет назад, там бы не 300 тысяч сейчас стояло бы в Украине, а было бы как минимум 3 миллиона. Так что есть в этой западной политике, мы как видим, она в каком-то смысле себя оправдала. Сейчас вы очень четко, лаконично объяснили нашим зрителям, в том числе, которые, возможно, не понимают, что это за война и почему их мобилизируют. Вы очень четко тут разъяснили, а теперь давайте четко разъясним причины всему этому. Почему в целом Путин принял такое решение и вот если переходить, обратно вернуться к ситуации на пункте пропуска Верхний Ларс, это я напомню главный сухопутный пункт, откуда из России можно попасть в Грузию, так вот сейчас там, под лежащим призыву гражданам Российской Федерации, которые живут в Северной Осетии и пытаются выехать из страны в Грузию, выдают повестки прямо на границе в погранпункте Верхний Ларс. Об этом сообщает Российское информационное агентство со ссылкой на местные власти. И тут у меня вопрос, а в связи с чем такая паника в Кремле, в связи с чем эти повестки выдают всем, кому не попадя. Более того, уже есть факты, где повестки выдавали людям с инвалидностью, более того, на инвалидных колясках, более того, были случаи, когда выдавали повестки мужчинам без ног. С чем связана такая массовая выдача повесток и такой массовый набор всех, кому не попадя? Более того, мы уже видели все эти распространенные кадры, что оружия нормального нет, выдают ржавые автоматы вот только-только мобилизированным людям. Почему такие причины? Путин понимает, что все, уже выхода нет, проигрыш неизбежен? Он стоит перед тремя вариантами. Это было очевидно, задолго до контратаки в Харьковской области. Это уже стало, стало ямно уже после того, как закончилась фаза в Луганской области, когда более или менее какой-то успех был, там, Северодонецк, Лисичанск, ну, сами знаете. А потом именно в Донецкой области все остановилось. Да, вот они застряли в этой Донецкой области, они не могли сдвинуться вперед, а потом подоспели события вокруг Харькова. И стало ясно, что просто банально не хватает рук, не хватает пушечного мяса, что добровольцы не идут, потому что у нас слишком такое немножко представление о России, что там много каких-то нищих регионов. На самом деле проблемы с мобилизацией добровольцев показали, что на самом деле таких прям нищих районов, депрессивных, спивающихся, не так уже много. И что значительная часть населения живет в довольно таких благополучных регионах, таких как Москва, Петербург, даже там Ростов, Краснодар, Москва практически не воюет. Я не помню точно, какие цифры были, но там по сравнению с несчастными бурятами там вообще смертность ноль практически. И думаю, что вот с этим как раз связано, что им по зарез нужны солдаты, которые могли бы стрелять. Путин стал перед тремя вариантами. Первый вариант это сдаться, второй вариант применить атомную бомбу и третий вариант попытаться сделать то, что они делали всю свою историю, забросать противника мясом. Посмотрим, что получится. Я, как вы уже поняли, очень на стороне Украины, но я боюсь этих шапкозакидательских заявлений. Они будут забегать вперед, посмотрим, что у них получится. давайте скрестим пальцы и не будем заранее говорить, что вот эта мобилизация сорвется и так далее, что на самом деле от этой живой силы никакого толка не будет. Никто не знает, как все повернется. А что касается того, что раздают вот прям всем, то конечно, я не могу узнать точно, у вас есть хорошие военные эксперты по этому вопросу, исходя из примерного знания российского бюрократического аппарата, скорее всего, тут дело идет в том, что они понимают, что собрать 300 тысяч не получится так, чтобы позвать 300 тысяч и вот эти 300 тысяч пойдут, потому что там пойдет коррупция, там разбогатеют комиссары и так далее, и так далее, там окажутся какие-то родственники высокопоставленных чиновников, которые смогут отмазать своих родственников, детей, там еще кого-то, поэтому, чтобы реально набрать 300 тысяч, им надо набрать 900 тысяч, может быть, из этих 900 тысяч потом 300 тысяч останется, это мое предположение, знать я это не могу, и моей компетенции на это не хватает, я думаю, вам лучше с военными об этом поговорить, но тут какая-то бюрократическая проблема, скорее всего. Тангиз, но в любом случае мы будем и с вами в том числе в эфире телеканала Freedom анализировать, говорить обо всем, что происходит, и я все-таки думаю, что множество российских человек, множество российских людей, которых мобилизировали сейчас, вопреки даже их воле, все-таки они прислушаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно сдачи в плен и сделают это, если же попадут на фронт. Тангиз, я в свою очередь вам очень благодарен за то, что вы приселились к нашему эфиру, за ваши месседжи. Я напомню, журналист Эха Кавказа Тангиз Аблотия был напрямую в связи с нашей студией.